добрый день мои хорошие вы на канале светлана лосевой и это канал о вязании сегодня я хочу вам предложить связать вот такой изящно стильный джемпер хит сезона из модного брендового магазина шайн смотрите приближаю вам очень очень элегантная модель очень связанная машина это машинная вязка но если мы подберем соответствующие спицы тоже не толстую пряжу то мы получим вещь не менее приятную не менее элегантной по спинке смотрите она тоже она связана значит скажем так спинка и перед связаны у нас полу патентной резиночкой а рукава связаны ажурной вязкой сегодня целый день посвятила тому чтобы составить схему этого красивого узор очка до меня дошло что здесь есть своя особенность девочки чуть позже об этом сейчас общий обзор смотрите обращаю ваше внимание при вязании у бабочки у нас делаются у нас вяжется две петли и у бабочки делаются не самого края а вот ведь через 2 там получается это же резинка через 4 патентные петли вот видите обращаю ваше внимание это очень важно красиво смотрят согласитесь отдельно вяжется спинка перед рукава соответственно планочка зачем по горловине вяжется вот и здесь вот очень хорошо видно планочка снизу тоже резиночкой 11 связано очень у нас элегантно выглядит рукавчики обратите внимание да такая длинная узкая резиночка и затем очень широкий рукав и так прямая скоса не делается прямо сразу прибавки идут по вот здесь вот в этой части и сразу идет прекрасный ажур в белом цвете это выглядит очень красиво элегантно нарядно сейчас я вам покажу цвета которые представлены для этой модели дорогие рукодельницы я очень рада что вы зашли на мой канал если вы впервые на моем канале не пожалуйста не забудьте подписаться на моем канале многие интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком и будет еще больше будет узнавать о новинках моего канала сразу же не забудьте поставить лайк под видео это поднятый вверх пальчик ваши лайки повышают рейтинг видео и это не пустые слова и к тому же так видео попадает вашу папочку понравившихся и вы никогда его больше не потеряете вот так у нас выглядит синяя синем цвете даже таком сказал джинсовом цвете эта модель смотрите очень красиво правда вот здесь очень видно хорошо резинка полупатентной да видите именно той страной которые я вам порекомендую связать то есть я предлагаю всего несколько вариантов вязания то есть два варианта у нас будет вязание резинки и вот эта резинка я думаю что тот вариант который я вам рекомендую будет наиболее приемлемой давайте полистаем так вот на спиночка так выглядит смотрим модельку смотрите обращаю ваше внимание рукав у нас идет немного фонариком вот такой немножко присборенный но это опять-таки по желанию как сделать эту присборенность просто делайте широкие поле широкий рукав и все нет никаких тут особых заморочек да опять-таки приближаем модель смотрите но как же это все элегантно смотрится все я не перестаю восхищаться так с этим вариант очень милый очень милый это же красиво смотрится так давайте сейчас еще посмотрим вариант в таком рожеватом цвете горчичном тоже очень красиво красиво выглядит мне тоже нравится тоже будет ярко привлекательно смотреться тоже спиночка у нас идет его можно носить как обычный классик на классический вариант так и вот как сейчас стало модно значит вот такой вот под юбку под брюки тоже красиво особенно элегантно смотрится рукав согласитесь модель главное украшение этой модели ажурный рукав именно вот в таком стиле выполненной длинная резинка фонарики это конечно тоже здорово задумано но момент такой что не каждому подойдут а вот то что будет классический рукав и по низу будет широкая часть и длинная узкая манжета это вообще супер задумка красиво посмотрите вот здесь вот видно этот рукав смотрите по приближаю девочки видите до длинная резиночка у нас один на один идет и ажур ажур у такой ажур так ну еще там один вариант цвета сейчас покажу смертый вариант этой модели салатовом таком цвете красивым приближаю вам тоже такая же такое же изящество все тот же вариант только у нас идет цвет меняется красиво достойно смотрится приближаю вам девочки вариант кто любит такой цвет интересного здесь кстати очень видно манжета очень очень наверное сантиметров 20 будем делать а здесь такие резки видите прибавки но поскольку у нас узор вяжется сверху вниз да 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 вот такая особенность узор сверху вниз вяжется то я думаю что я буду сегодня рассказывать про то как классическим способом связать потому что вариант сверху вниз не каждому наверное будет удобен да если есть желание вяжите именно как в оригинале девочки рука сверху вниз вот в принципе почему бы и не до и заканчиваться все будет переходом на резинку один на один и такой длинный узкой манжеты вот такой у нас узор получается это журный узорчик показываю вам вот так мы его вяжем а вот так он в принципе у модели в состоянии то есть рукав вяжется не как обычно снизу вверх а сверху вниз вот очень простой узор на такой прям уже вновь кажется прям даже необычный для вязания будем использовать пряжу я выбрала не сделала на катон в составе ее 26 процентов 626 хлопок и 48 акрил 50 грамм 160 метров очень хорошего качества пряжа состав тоже видите какой хороший вязать из нее одно удовольствие очень хорошо скручена ниточка она ведь еще такой какой-то березы имеет вкрапление но мне очень нравится девочки очень приятно вязать и такая же пряжа только другого цвета я взяла тоже ализова на катон вот она у нас и я есть взял резиночку чтобы вам показать в общем вот это вот у нас идет патент на резиночка вот это вот она с двух сторон одинаковая и вверху идет полу патент на резиночка смотрите переворачиваю вам и вот первая резиночка одинаково с двух сторон смотрится вторая резиночка вот так смотрится с хотите сделать это лицевой страну ходить изнаночной хочу сказать что вот эта резиночка очень сильно тянется а эта резиночка очень плотная очень плотно расчеты я делала по верхней резиночке то есть второй вариант и мне нравится вот эта сторона сразу скажу девочки вот эта сторона второй узор вот такая и она ближе к оригиналу я вам хочу сказать по ней я делала расчет плотности так ну а сейчас давайте с вами посмотрим схему узора на совсем маленькая м узор у нас выглядит вот таким образом очень простая схема элементарная 4 ряда высоту 5 петель в ширину условное обозначение общепринятое кружочек это накид вот такая вертикаль черточка это лицевая треугольничек это 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли у нас есть выкройка обычная классика здесь нет размеров все размеры все детальные расчеты будут после того как свяжем образец там я все расскажу вам сколько петель приходится как распределяем узоры и так далее все там будет так и что касается описание тоже составила описание вот эти все размеры которые будут сегодня нас участвовать 42 44 46 48 50 52 с успехом можете девочки самостоятельно сделать 54 размер там вообще 56 какой хотите там все элементарно ширину своего предполагаемого джемпера умножайте на плотность которую получили все получается петли узор там распределять по спинке перед не надо у нас полу патент на резинка вот все нюансы здесь есть почитайте она будет под видео самый главный нюанс это два варианта вязания рукава я предлагаю нам удобный и привыкший снизу вверх вяжется на самом деле оригинал модели сверху вниз но тут надо просто отзеркалить вяжем сака то получается первый вариант и там сразу начинается у нас верхушка нашего узор потом прибавки идут наоборот месту бабок в общем здесь наверное не для новичков а для как бы уже продвинутых вязальщиц они вполне справятся а новичкам вот классику пожалуйста здесь я составила так и у нас сборочка тоже самое сделаем делаем обычные плечевые боковые швы рукавчики вшиваем делаем планку отдельно набираем на круговые спицы планку резинка 1 на 1 высоту 4 сантиметра вот такие вот моменты не забывайте девочки использовать вертикальную плотность вязание для этого вам все сантиметры которые у вас есть на выкройке в длину умножайте на плотность у нас здесь будет использоваться два вида узора полупатентная резинка мы посчитали плотность 3 петли ой 3 ряда в одном сантиметре для узора ажурного там две петли на один сантиметр поэтому умножайте все свои сантиметры на переводите в ряды обязательно вяжите согласно ряду зачем вертикальной плотность мы считали объясняю после стирки любое трикотажное изделие вытягивается чтобы учесть вот это вот так скажем нюанс люди вязальщицы придумали плотность расчет делать для того чтобы в этой плотности вот это вот растяжение учесть да поэтому предварительно учесть мы учитываем вот этот коэффициент плотности и умножаем все сантиметры на этот коэффициент и когда у нас изделие стирается у нас уже с вами получается тот самый на выходе вариант который мы задумали понимаете если вы не будете это учитывать и будете вязать просто измеряя сантиметрами у вас может получиться не такой неприятный момент когда очень длинный получит изделие слишком длинные и в общем то вы будете расстраиваться чтобы этого не случилось пожалуйста используйте вот смотрите я везде пишу на высоте 32 сантиметра равно 96 рядов от планки и так далее да то есть везде у меня к сантиметрам приравниваются ряды поэтому этот момент я вот дополнительно осветила это для новичков конечно же но сейчас давайте приступим к вязанию образца для вязания образца я набрала 22 петли число петель в раппорте 5 вот так выглядит схему очень маленькая такая схемочка узор очень простой мы будем с вами вязать сразу четыре раппорта чтобы хоть было с чего потом плотно считать и так девочки первая петля у нас кромочная и мы вяжем с вами посмотрите значит делаем накид лицевая 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли это значит что я 1 2 петельки меня местами так чтобы 2 оказалась поверх 1 и провязываю 3 вместе 1 лицевой затем у нас идет лицевая накид это был первый раппорт узора 2 раппорт вяжем также делаем накид получается у нас видите на стыке двух раппортов 2 накида затем идет лицевая 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли опять лицевая накид 2 раппорт связали 3 3 вяжем раппорт опять накид лицевая 3 вместе с выделением центральной петли 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 петлей 3 вместе 1 лицевой затем идет лицевая накид связали раппорт до конца кромочную нас изнаночную теперь переворачиваю второй ряд показываю петли у нас все изнаночные покажу как вязать у нас вяжется двойной накид то есть мы здесь вяжем изнаночная изнаночная изнаночный изнаночной подходим двойному накиду двойной накид вяжем изнаночная скрещенная лицевая вот так опять вяжем изнаночная 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 опять подошли к двойному накиду вяжем изнаночная скрещенная лицевая далее опять идет изнаночная 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 1 накид изнаночная 2 накид скрещенная лицевая и далее изнаночная изнаночная накид тоже изнаночной крайней кромочной тоже изнаночной переворачиваем сейчас у нас будет с вами третий ряд узора вяжем кромочную сняли и далее вяжется у нас 1 лицевая накид снова 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли делаем накид лицевая связали 1 раппорт 2 раппорт вяжем лицевая накид 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли накид лицевая связали второй раппорт 3 вяжем лицевая накид 3 вместе лицевой с выделением центральной петли накид лицевая связали 4 раппорт вернее 3 связали сейчас у нас 4 раппорт мы вяжем лицевая накид 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли снова накид лицевая кромочную вяжем изнаночной в четвертом ряду вяжем все петли изнаночные все до самого конца и на этом раппорт заканчивается девочки и повтор у нас начинается снова с первого ряда то есть вот такой очень простой можно сказать элементарный узор сейчас я покажу вам фишку которая можно пренебречь а можно сделать как в оригинале вот такой у нас получается узор мы вяжем снизу вверх и он вот так смотрится но если мы с вами приглядимся как связано в оригинале рукав вяжется не как мы привыкли снизу вверх а вот так он идет вот так узор там представлен то есть начинается он с оката рукав вяжется и заканчивается планкой связана резинкой понимаете вот таким вот образом вот такой вот вариант я лично буду предлагать сегодняшнем мастер-классе вязать стандартное как мы вяжем всегда привыкли рукав снизу вверх вот если у вас есть желание связать точь-в-точь как в оригинале то пожалуйста у нас с вами сейчас будет списаться резиночка и я хотела бы заострить внимание на двух способах это патент на резинке смотрите первый способ первый ряд вяжем просто лицевая изнаночная лицевая изнаночная то есть обычная резинка второй ряд вяжется смотрите лицевая петля у нас идет в предыдущую на то есть на ряд ниже вот так провязываем лицевую изнаночная как обычно снова лицевая наряд ниже провязывается изнаночная лицевая наряд ниже изнаночная лицевая наряд ниже изнаночная и так вяжется девочки до конца ряда набирать количество петель чтобы попробовать образец можно любое кратное 2 вот таким образом до второй ряд у нас также вяжется то есть все также вяжется переворачиваем и вяжем также лицевая у нас идет наряд ниже вывязывается изнаночная лицевая не сюда как обычно а вот сюда наряд ниже изнаночная лицевая наряд ниже изнаночная лицевая наряд ниже изнаночная лицевая наряд ниже изнаночная и вот так вот эта резиночка вяжется сейчас я покажу что получается то есть и первый второй ряд абсолютно одинаково вяжется вот и получается вот такая вот резинка очень такая скажем так подвижная одинаковая с двух сторон очень объемная второй вариант вязания почти такой же только у нас смотрите вяжется первый ряд вяжется как просто лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная вяжем 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 так до конца ряда а вот во втором ряду мы будем делать так как вот я вам сейчас показывал первом варианте то есть у нас быть лицевая провязываться на ряд ниже смотрите второй ряд 2 способа лицевая также провязывается в ряд ниже изнаночная лицевая ряд ниже изнаночная лицевая в ряд ниже изнаночная сюда изнаночная лицевая изнаночная и в общем сейчас я чуть-чуть провяжу и мы сравним эти два варианта резиночек чтобы вам было с чего выбирать это будет более плотная которая второй вариант но и сравнительный анализ у нас сами двух резинок смотрите получается одна патентная другая полу патентные вот у нас первый вариант вы видели он с двух сторон одинаковая она очень объемная такая да внизу и она одинаково везде второй вариант есть болит она более тугая вот вот так смотрится одна сторона вот так смотрится вторая сторона то есть там где мы с вами вязали лицевая изнаночная вот так смотрится вот там где мы вязали с вами лицевой провязывали в предыдущие вытягивали в предыдущий ряд на ряд ниже она вот так смотрится вам выбирать девочки какая страна вам нравится ведь у нас у всех с вами разный вкус предупреждаюсь что вот эта резинка более тугая вариант номер два это более такая расхлябанная так сказала но более объемная вот и нам сейчас надо с вами поверить плотность у обоих образцов это та же самая пряжа только другого цвета я взяла сейчас на наша задача сделать влажную тепловую обработку и плотность измерить горячим паром отдаем наш два образца они становятся влажненькие такие тянем их разные стороны энергично тянем ширину и длину оставляем сохнуть у нас с вами образец тот который ажурный и мы сейчас меряем с вами ширину этого образца у меня один с половиной сантиметров но ближе к 11 вот и на 22 петли участвовала 22 делим на 11 с половиной сантиметров получаем плотность 1,9 узора так давайте запишем это чтобы не забыть я пишу что значит в одном сантиметре у нас одна целая девять десятых петель это горизонтальная плотность теперь измеряем по вертикали значит измеряем высоту образца вот 12 сантиметров и так у меня девочки получилось 24 ряда в образце в моем и это у нас делим на 12 сантиметров получаем цифру q2 то есть я записываю что в одном сантиметре у нас два ряда так и сейчас померяем резиночку вот эту которую у нас верхняя мне она больше нравится она более плотная так и мы значит прикладываем линеечку получается 12 половиной сантиметров и у нас 22 петли 22 делим на 12 половиной сантиметров получается плотность 1,75 запишем сот так 1,75 петель по горизонтали в резинке дальше у нас идет с вами вертикальная плотность и так также прикладываем линеечку измеряем у меня 4 сантиметра получается вот я связала сейчас посчитаем сколько это по рядам будет и так у меня 12 рядов и делим на 4 сантиметра плотность очень высокая 3 в одном сантиметре 3 петли я запишу в одном сантиметре 3 петли такой выкройки девочки я подготовила для того чтобы составить описание это классический вариант у нас с вами будет широкий рукав и это мы с вами здесь будем сейчас учитывать очень сильно смотрите здесь как обычно я начинаю с того что определяем ширину спинки и переда на разные размеры значит для 42 44 я сделала 47 сантиметров то есть я делаю девочки есть небольшое так скажем вы видели что это не свободное облегание да то есть здесь как бы все у нас по фигуре сидит поэтому не очень широкая будет у нас спинка и перед поэтому первый размер 42 44 я делаю 47 сантиметров и это в песенках эквивалентке 82 петли 46 48 размер 52 сантиметра спинка и перед и это 92 петли и 56 сантиметров для 50 52 размеры это 98 петель как считала петли у нас с вами расчет сделан на по полу патентную резинку и мы с вами посчитали что в одном сантиметре 1,75 петель поэтому я наши сантиметры на примере первого размера показываю вот 47 сантиметров на 175 плотность это будет 82 петли понятно откуда это все взялось то вот таким образом вы начинаете вязать вначале вяжите обычной резинкой планку один на один затем переходите на полу патентную резинку мы с вами вязали вот и вяжите до оката до проймы что я сказал до проймы здесь надо будет убавить петли по пройме я посчитал ведь глубина проймы пять с половиной сантиметров на наш маленький размер и там чуть больше и по одному по одной петле я прибавила согласно нашим размерам получается 9 петель 10 и 11 высота проймы тоже у нас 21 22 и для третьего размера я тоже сделала 20 20 метров не очень большую не очень глубокую высокую так общую длину изделия я взяла 58 сантиметров на все размеры ну и то есть там будет получаться что прибавляется у нас на два следующих размера 46 48 50 52 будет 59 сантиметров вот но из-за того что в общем понятно далее девочки на вырез горловины я сделала тридцать шесть тридцать восемь и сорок петель отвела и все что осталось это петли плеч получилась первый размер плечо 14 2 17 3 18 петель вот таким образом распределились петли спинку нас отличается от переда глубиной выреза как оформить вырез горловины сделать эти скругления я все написала под видео у нас есть текстовый вариант инструкции поэтому смотрите под видео там я это все подробно расписал последнее сокрытие также как и для проймы также последовательность расписано давайте вот меня сейчас больше интересует рукав то здесь вы вяжете все полностью спинку перед полу патентной резинкой рукав у нас вяжется ажурной вязкой и там два варианта развития событий вы видели что в оригинале у нас начинается саката вязаться то есть сверху вниз вяжется наш узор и наш рукав здесь нужно конечно же определиться со своими индивидуальными мерками обязательно я хочу сказать что к нашему обычному наши обычной длине рукава нужно сделать на 10 сантиметров длиннее из-за того что вот эта резинка у нас с вами очень длинная вы видели да такая особенность рукава и еще такой напуск идет такой напуск идет полотна ажурного на резинку поэтому получается что к обычной длине вот пятьдесят шесть с половиной сантиметра предположим на средний рост добавляя 10 метров и длина рукава общее становится вместе с планкой пятьдесят шесть шестьдесят шесть с половиной вот таким вот образом вот скоса здесь никакого нет у нас сразу после резинки идет большое большая прибавка вот то есть если вы и давайте сейчас так мне удобнее классический вариант когда рука вяжется снизу вверх поэтому мне удобнее и логично объяснять вот так а если вы будете вязать сверху вниз то вы просто зеркалить и то что я сейчас говорю просто зеркалить и до действия самая широкая часть рукава у нас вы видели если вы не хотите делать вот это присборенности фонарик вам не идет или там что-то вы не хотите этого делать то оставляйте обычную ширину рукава самую широкой часть рукава у нас будет 20 сантиметров и 21 на наши размеры вот если вы делаете немного присбариваете делайте немножко фонарик топ добавьте 5-6 сантиметров потому что у вас есть к ширине и получится не 40 а 45 сантиметров в петель на эквиваленте это 86 петель вот если вы хотите оставить 40 сантиметров без этих пяти добавочных то вам нужно 40 умножить на нашу плотность для узора 1 и 9 мы ее посчитали получается 76 петель то есть на 10 петель меньше девочки то есть либо для широкого рукава 76 86 для узкого рукава ну как не узкого а среднего как мы всегда делаем классику 76 петель то же самое касается другого размера для двух следующих размеров я оставил 90 петель вот учла здесь такие же расчеты сделал 90 петель либо вы делаете тоже там получается на 10 петель меньше 80 петель но вы сами там решите для себя девочки хотите вы широкий рукав фонарик или не хотите да и вот эти вот 10 петель играют как раз роль вам пойдут на вот эти сборочки здесь вот слегка присборите верхней части рукава когда будете сшивать от все делается соответственно здесь у нас полностью вяжется ажурный узор вот и все в петель на эквиваленте я описала под видео выложила посмотрите там сейчас на этом заострять внимание не буду поскольку скоса нет и нет смысла вам объяснять да то есть мы прибавили и погнали вязать до оката окат у нас для новичков всегда говорю старайтесь сделать выкройку в натуральную величину для опытных вязальщиц я вообще ничего не говорю вы сами знаете как связать оката то здесь ничего сложного для вас нет кто кроме того для кто очень сильно так на этом зацикливается есть расчет по окату рукава почитаете его поймите принцип специфику убавок в окате ссылочка будет под видео ну и все мои хорошие что тут еще говорить не сложно это вся конструкция совсем простая все наши расчеты мы с вами сделали самое главное это у нас был образец и расчеты плотности ну а это все как всегда делать техники дело техники у вас будет к тому же описание текстовое под видео думаю справитесь прочитайте я желаю вам удачи до новых встреч